Привет, друзья! Это Артемий Дровицкий. Вы смотрите партизанское телевидение АРУ-ТВ. Репортаж из землянки. Без петли на шее, точнее с петличкой. С одной маленькой петличкой на шее. Так, начнем мы с ответов на ваши вопросы. Эдвин спрашивает, как я отношусь к электронной музыке и знаю ли проект Mid-Bit Manifesto? Прекрасно я отношусь к электронной музыке, слушаю ее постоянно. Старую и новую, но в основном новую. Mid-Bit Manifesto. Знаю я этих англичан. Правда, у меня есть такое ощущение, что, скорее всего, они уже развалились, поскольку последний альбом их, который до меня дошел, относился аж к 2010 году. После этого есть у меня подозрение, что ничего у них не выходило. Хотя, кто знает. Вообще, вопросы о музыке, конечно, задавать можно, но не то, чтобы очень желательно, потому что программа у нас не музыкальная, не этот самый хит-парад какой-нибудь. Программа у нас, у нас, в смысле, у меня, в общем-то, имеет некоторое отношение к текущим событиям, к политике, к злобе дня. Поэтому на музыкальные вопросы я время от времени отвечать буду, но, честно говоря, не по центру, не по центру моих интересов эти музыкальные вопросы проходят. По этой причине на вопрос о стиле black metal я пока не ответил, но обещаю, обещаю, что отвечу тяжелым металлическим ответом. Дальше. Максим Шишкин спрашивает. Артемий, вы же за вашу знаменитую жизнь наверняка общались не только с музыкантами и всякими неформальными людьми, но и сильными мира сего. Расскажите пару секретов про каких-нибудь КГБшников. Ну, в общем, вопрос непростой. Вопрос непростой, особенно для меня, потому что я вам честно скажу, что были у меня, конечно, возможности общаться и с теми, и с этими, и ходить по всяким верхам и забираться, ползать во всякие коридоры, но мне это никогда не было интересно. Поэтому я никогда не поддерживал близких отношений ни с бандитами, ни с бюрократами. Ну, о КГБшниках я уже не говорю. То есть, однажды в глубокой молодости меня пытались завербовать, ничего из этого не вышло, в результате я вылетел с работы. После этого, в общем-то, с КГБшниками у меня отношения никак не складывались, но и с их преемниками и ФСБшниками тоже. Тем более, секретов их я не знаю. То есть, очень многие мои коллеги и журналисты, всякие так называемые светские люди, они очень ценят вот эти полезные знакомства, называют шишек по имени-отчеству, звонят им, поздравляют с днями рождения, в результате некоторых из них туда приглашают, а некоторые халтуры всякие делают, концертики играют, стишочки читают. Мне это никогда не было интересно. Я всегда общался с теми людьми, которые мне искренне нравились, а вот эта публика, ну, вот могу единственный вам поведать секрет. Эта публика очень скучная, ни черта хорошего в ней нет. В основном одно желобье – люди примитивные, скудно образованные. И, в общем-то, не стоит своих друзей менять на эту шоблу. Вот вам мой честный троицкий совет.